Знакомство с Юрием Михайловичем Медведевым Конечно, это качественно другой уровень моего творчества Он когда-то увидел одну мою картину в Москве в редакции газета «Завтра» Такая картина висела в кабинете у писателя Бондаренко С которым я лично знаком, уже стал после, гораздо спустя много лет И Юрий Михайлович искал меня несколько лет Картина была не подписана тогда, но тем не менее, ищущие, добрящие Вот как раз «Последний корабль Атлантиды» один из вариантов Юрий Михайлович Медведев, он очень интересный писатель-фантаст Очень интересный, я его считаю замечательным писателем-фантастом Я читал его произведения еще в 70-е годы, где-то первую половину 70-х годов Будучи с ним не знаком Так как я очень увлекался фантастикой И прочитал, можно сказать, целый массив литературы Ну и так случилось, что вот со временем мы с Юрием Михайловичем познакомились Ну может не сразу у нас такое тесное сотрудничество возникло спустя несколько лет Но где-то с 2005 года у нас с Юрием Михайловичем Медведевым тесное сотрудничество Мне очень приятно осознавать, что Юрий Михайлович Медведев был очень хорошим И другом даже Ивана Антоновича Ефремова, который для меня был писателем-кумиром в свое время Вот так как-то вот Ну я Юрию Михайловичу, конечно, благодарен за многое И не только даже за то, что он интерес такой к моему творчеству проявил И благодаря ему все-таки я смог большую часть своего времени уделять композициям на тему древнейшей Руси Ну а он, к примеру, творчеству очень многих художников, которые забыты Он их, это творчество, вот как бы возродил в виде альбомов изданных и так далее, и так далее, и так далее Какого художника вы посоветуете человеку русскому обязательно для начала картины изучить? И молодому русскому человеку? И какого автора, какую книгу почитать? Какого русского художника изучить? Я все-таки считаю Ивана Ивановича Шишкина Это все его творения гениальны Когда смотришь на его самые знаковые, выдающиеся произведения Я просто как живописец начинаю анализировать А как это можно сделать было? Ну, это бог был в живописи Да, наверное, в живописи делятся люди на богов, на людей И на демонов, наверное, вот так Есть и демоны Иван Иванович Шишкин был бог Смотрите, вглядывайтесь в его картины Их можно просмотреть за одну минуту А можно часами не отрываться от того же полотна Там такая глубина Невероятная глубина Невероятная, ну, можно все слова собрать Невероятная мощь, и так далее, и так далее, и так далее И еще раз, и технически они сделаны совершенно безукоризненно Фотографии такого не достичь Вот, и по, как бы, и по внутреннему состоянию, и так же вот чисто зрительному не достичь Вот я советую, да, Ивана Ивановича Шишкина А вообще-то, ну, такой ряд можно перечислять, ну, несколько сотен авторов Ну, несколько сотен живописцев, да Настолько блестящих В русской культуре Что изучать их надо, да, надо А что касается Литературного произведения На тему славянства Ну, я могу сказать, читайте Алексеева Сергея Трофимовича Великое, ну, я считаю его великим писателем И очень сожалею, что вот не было такого писателя в те времена, когда мне было, ну, скажем, 15, 20, даже 30 лет Читайте его, очень интересно Читайте Сидорова Георгия Александровича У него очень есть интересное исследование Хронологоэзотерический анализ развития современной цивилизации И недавно тоже вышло еще одно издание С моей иллюстрацией на форзаце книги Называется «Сияние вышних богов и кромешники» Читайте, там ответы на очень многие вопросы же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok